Ну вот мы начинаем новый спецкурс, который официально называется группы Кацамуди. Так, но все-таки, значит, чтобы сделать это доступным, так, до некоторой степени, значит, я начну с алгебры Кацамуди. Так, ну а вернее так, я начну сегодня просто с того, что постараюсь обсудить и показать вам, в чем проблема, и эта проблема сильно, значительно усугубится в случае бесконечно мерном, в чем проблема в сопоставлении группы алгебры. Так, ну, значит, во-первых, да-да, вот, а в бесконечно мерном случае эта проблема будет еще намного более суровой. То есть, и, значит, проблема-то как раз равно стоит в следующем, что если мы все это обсуждаем над полем комплексных чисел, то даже там возникают трудности, которые не возникали в конечномерном случае, но, в принципе, там все не очень сложно. Значит, если мы переходим уже к произвольному полю, так, то там, значит, возникают дальнейшие серьезные вариации, так, но мы-то хотим перейти, я извиняюсь, значит, к коммутативному кольцу, так, то есть мы хотим работать над Z, вот, и там, значит, действительно все это ветвится на такое количество разных, неэквивалентных определений. Так, что просто, значит, диву даешься. Но при этом, вот, уже то, что есть, позволяет, например, построить совершенно новые примеры, абсолютно неизвестные ранее, примеры огромных простых групп бесконечных. То есть вот абстрактно-простых. То есть мы не так много знаем примеров бесконечных абстрактно-простых групп. Кстати, параллельно с этим, значит, произошло доказательство там абстрактной простоты в каких-то случаях групп Кремона. А там BN-пара какая-то есть или нет? Там двойная BN-пара, да. Там нужно смотреть, и на B, и на B-минус, twin BN-pare, потому что они не сопряжены. Да, конечно. Да, да. Это вот одно из определений, как раз, да. Вот, значит, ну, прежде давайте обсудим, что же это такое, вообще, что такое алгебра и Кацамоди, так, содержательно. Значит, прежде чем мы их построим. Так, и, значит, ну, так вот, неформально алгебра и Кацамоди, это обобщение простых, ну, или полупростых конечномерных алгебрелей. Так, значит, алгебра и Кацамоди, это одно из наиболее естественных обобщения простых, конечномерных, ну, или полупростых конечномерных алгебр. Вот, но на самом деле есть еще одно обобщение, которое мы тут обсуждали в одном спецкурсе, но это обобщение все равно в другом направлении. Это алгебра Картановского типа. Значит, другое такое обобщение, это алгебра Картановского типа. То есть, алгебры, а? Бесконечное мере. Что говорите? Ну, в смысле бесконечное мере, наверное, да? Ну, по-моему, не нахуй. Ну, давайте мы просто будем пока работать на цель. Значит, на цель. Так, вот, значит, там пару лет назад, я думаю, что три года назад, я считал спецкурс, значит, алгебра Картановского типа, но я читал его с другой целью, с тем, чтобы как раз построить простые и конечномерные алгебры ЛИ над полем положительной характеристики алгебрически замкнутой. Так, значит, в этом случае они были построены там в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. Так, вот, но над полем характеристики С, они были построены самим Картаном, как название говорит, в данном случае справедливо. Так, значит, как алгебры, простые алгебры полиномиальных векторных полей. Вот, и в характеристики 0 они как раз бесконечномерные. Так, и они тоже являются естественным обобщением конечномерных алгебр. Вот классификацию конечномерных простых алгебр над полем С мы знаем. Так, это вот, значит, магические буквы, значит, АЛ, БЛ, СЛ, ДЛ, Е6, Е7, Е8, Ф4, Ж2. И вот эту классификацию я не хочу рассказывать. Я ее рассказывал 30 раз, и рассказывать ее в 31-й раз я совершенно не хочу. Значит, классификация Картана Киллинга. Так, значит, но первое, что я сделаю, я, конечно, построю эти алгебры сегодня, значит, но построю их как частный случай алгебры Кацимути. Так, то есть отправляюсь от матрицы к Картана, так как я их никогда до этого не строю. Не, ну, хорошо, никогда. Соотношение Сера тоже не рассказывал. Соотношение Сера я рассказывал, да. Но я рассказывал выполнение соотношений Сера, уже, так сказать, имея базис Вейля, там, или базис Шевалея, так сказать, да. То есть уже апостериори, уже после классификации. То есть вначале все-таки классифицировались, строился базис, так, а вовсе не соотношение в, значит, фундаментальных образующих. Соотношение во всех корневых, да, между всеми корневыми элементами, а не соотношение между, значит, между фундаментальными корневыми элементами. Вот, значит, вот в случае конечномерном у нас есть классическая, да, классификация Картана Киллинга. Так, ну и вопрос, которым задавались многие люди, значит, состоит в следующем. А можем ли мы каким-то образом классифицировать, ну, там, бесконечномерные простые алгебры? В каком смысле простые, там, буквально? Ну, буквально простые, конечно. Можем ли мы, конечно, бесконечномерные простые алгебры? Да, кстати, это хороший вопрос, но, значит, буквально бесконечномерные. Вот, но понятно, что это, ну, просто так вопросы ставить нельзя, то есть нужно, ну, вообще непонятно, как к такому вопросу можно было бы поступиться. И поэтому, вот вопрос, который люди себе задали в 60-е годы, примерно, состоял в следующем. Вот известно, что у алгебр Картана, у алгебр Картанского типа есть градуировка. З-градуировка, в которой размерности однородных пространств, значит, растут не очень быстро. Так, вот, пусть у нас, значит, Эль, это алгебра Ли. Так, ну, ну, пусть на С для начала. Ну, на самом деле, ну, пусть на С, да. Значит, все знают, что это значит. Что такое С? Это алгебрически замкнутые полиахарактеристики ноли, больше ничего. Просто для удобства пишется С. А вот, значит, ну, да, ну, что такое алгебр Ли я тоже не буду напоминать. Я это рассказывал о таком количестве спецкурсов, записанных на лекториуме, значит, в каких я рассказывал. Алгебр Клиффорда и спинорные группы, там я рассказывал. Где еще рассказывал, вот, конечно, в алгебра Картанского типа две лекции, так и параллельно. На алгебру Хопфа, да. Были лекции. В алгебру Хопфа рассказывал, еще в каком-то одном, то есть уже, по крайней мере, в четырех записано. То есть я даже определение напоминать не буду. Вот, значит, так вот, алгебра Ли, она называется Z-градуированной, если она представлена в виде, как векторное пространство, в виде прямой суммы своих однородных компонент, так, ну, вот это просто градуированное векторное пространство, правда, да. Вот, а чтобы она стала градуированной алгеброй Ли, конечно, должно выполняться вот такое соотношение, что когда мы возьмем скобку Ли однородного элемента степени И с однородным элементом степени Жи, то мы получим однородный элемент степени И плюс Жи. Так, ну, это вот Z-градуировка, да. Ну, разумеется, на самом деле можно говорить про градуировку любой абелевой группы, здесь ничего другого не написано. Так, понятно, да, что можно вместо Z подставить здесь любую абелевую группу, так, и тогда понятно, как это переписывается. Значит, индекс из абелевой группы, индекс из абелевой группы, сумма индекса в абелевой группе, да, степеней, да. Вот, но, например, любая, конечно, мерная алгебра Ли, она допускает градуировку своей, как это называется, решеткой корней. Так, то есть, вот, на самом деле мы знаем, что полупростые алгебры Ли соответствуют тому, что называется приведенными системами корней. Ну, кристаллографические, все системы у нас были кристаллографическими, сейчас перестанут быть, но это неважно. Вот, значит, так вот, тогда, разумеется, основной классический результат теории полупростых алгебр Ли состоит в том, что такая алгебра является прямой суммой своих однородных компонент, где альфа пробегает, значит, множество корней и ноль. Так, и это, конечно, является подмножеством в решетке корней, порожденной простыми корнями системы Фи, ну, или просто целочисленных линейных комбинаций корней. То есть, ну, что это такое? Это на самом деле Zα1 плюс и так далее, плюс ZαL, где вот эта вот система простых корней Фи какая-то. Так, ну, где L0, это под алгебра Картана, а остальные пространства одномерны. Так, L0, значит, это под алгебра Картана. Так, а размерность всех остальных Lα равна единице. Вот, это если, значит, мы рассматриваем конечномерные алгебры. Вот, и, значит, полупростые. Вот, ну, и, конечно, это дело можно превратить в Z-градуировку. Как? Ну, просто считать, что, значит, все простые корни имеют степень 1 и продолжить до градуировки. Ну, или по одному, по высоте, по одному. Можно как угодно, да, да, да. И получать короткие градуировки, да. Значит, получать короткие градуировки. Да, у каждой, действительно, простой алгебры есть градуировка либо длины 3, либо длины 5. Вот, то есть, где, значит, только входит слагаемый, значит, минус 1, 0 и 1, или минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Вот, но, значит, но, с нашей точки зрения, правильнее всего смотреть на то, что я сказал сейчас. То есть, считать, что степень простых корней равна 1, ну, и продолжить единственным образом до градуировки, до градуировки всей алгебры. Так, то есть, степень минус простых корней равна минус 1, там, ну, а дальше сколько коммутирований нужно. Ну, вот, это градуировка, но эта градуировка, в данном-то случае, совсем градуировка. То есть, Lα, Lβ, значит, будет содержаться в Lα плюс β, значит, если, ну, и причем даже будет равно, там, если, если это корень тоже. Ну, а если нет, то это равно нулю. Ну, а если это равно нулю, то тогда, конечно, это будет строго содержаться. Вот, значит, то есть, из обычной вот корневой градуировки можно сделать тоже Z-градуировку такого типа. Ну, как Виктор Александрович заметил, многими разными способами. Но эта градуировка, для нее все эти пространства, значит, просто uniformly bounded, да, как это сказать, равномерно ограничены. Равномерно ограничены, да, равномерно ограничены, то есть все существуют просто, и размер на всех этих слагаемых, она не превосходит, там, какую-то константу, вот, но, значит, такие алгебры существуют, вот алгебра картанского типа, как раз, значит, там, алгебра Верасора так и устроена, вот, значит, такие алгебры существуют, бесконечно мерный. Значит, но, вот, естественно, задать вопрос, допустим, равномерной границы нету, такой, так, то есть размерности этих однородных компонент могут расти, но расти не слишком быстро. Ну, что такое не слишком быстро? Ну, например, не быстрее, чем многочлен от номера. Так, вот, и вот Виктор Кац в 62-м, по-моему, году, я могу ошибаться, но вы посмотрите, там, по-моему, 62-й год, то есть он вопрос сам поставил очень рано. Значит, Виктор Кац, тогда советский математик, значит, поставил вопрос такой, а вот классифицировать простые, простые градуированные, z-градуированные алгебры, у которых, вот, полинемиального роста, у которых, значит, степень однородных компонент, ограниченным многочленом от, размять однородных компонентов, ограниченным многочленом от степени. Значит, классифицировать, z-градуированные, простые. Ну, простые, как градуированные алгебры, да, 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 это чуть больше, чем... Все целиком, да? А? Целиком, все целиком. Ну, может быть, нет, может быть, значит, может быть, вот что, что она проста, как градуированная алгебра, она не проста, как абстрактная алгебра. Значит, потому что, значит, простая градуированная алгебра, у нее могут быть идеалы, но они не градуированные сами, неоднородные, не порождаются однородными элементами. Вот, значит, классификация z-градуированных простых алгебр, ограниченного полиномиального роста. И вот примерно в то же время Роберт Муди, значит, канадский математик, я могу послать, кстати, в группу фотографий того и другого, значит, значит, он из других соображений пришел на самом деле к тем же самым алгебрам, так, хотя он ставил немножко другой, по-моему, вопрос, но, в общем, открыл те же самые алгебры. Так, и вот они открыли на тот момент то, что называется афинными алгебрами Кацимуди. Так, значит, то, что сегодня называется алгебрами Кацимуди, это более общий класс, афинные алгебры, но Кацимуди. Он также ставил вопрос? А? Муди также ставил вопрос? Ну, по-моему, чуть другим, из других соображений к этому пришел, мне кажется. Ну, вот Кацимуди ровно спрашивал вот это. А они по станции 105-либо смазали или тоже уже, или уже всякие там? То, что называется current algebra, да, то есть вот, значит, но к этому моменту, кстати, да, примерно в то же время начали рассматривать, значит, вот функции на многобразии со значениями в алгебре или в группе. Физики начали рассматривать. Но рассматривать это не как объект, вот как мы рассматриваем, как объект над кольцом функций. То есть мы делаем то же самое, но только мы это рассматриваем как объект над кольцом функций. Значит, когда он конечномерен, когда он устроен так же, как, значит, сама вот комплексная алгебра соответствующая, да, так, ну, там, базис Шеволея, там, то, что называется алгебра Шеволея, да. Вот, а, значит, они рассматривали физики это как объект над полем, то есть не над алгеброй функций, а над полем, но и тогда он, конечно, конечномерен. Так, и, ну, это, значит, в общем случае это другой объект, то есть это вот то, что мы сейчас обсуждаем, это частный случай, да, именно, афинная алгебра. Ну, и там еще они обнаружили вот наличие к-цикла, то, что, так сказать, расширение есть, то есть там есть нюансы, вот, значит, они обнаружили, ну, да, это, так сказать, отвечает просто функциям на прямой, да, так сказать, то есть current алгебра, но в случае прямой. А, в смысле, не, как бы, не ряды Лорана, а просто на пащане, что ли? Или нет, ряды Лорана, да. А, ну, да-да-да-да, значит, ряды Лорана, но там еще расширение, то есть, если, ну, то есть вот алгебры на произволных многообразиях, это совершенно в другую сторону, так сказать, обобщение, правда, да, алгебры токов, да? То есть там, там другие, так сказать, вещи. Вот, и как раз Кац там, ну, при каких-то небольших предположениях доказал ровно следующее, что если мы посмотрим на вот простые Z-градуированные алгебры, то никаких примеров новых, полемиального роста, то никаких примеров бесконечно мерных, кроме алгебра Картанского типа и вот алгебра Кацамуди, афинных, не возникнет. Так, ну, они классифицировали, значит, эти алгебры, они отвечают, там, либо афинным диаграммам, либо их скручиванием, так, и так далее. То есть была построена такая вот теория, ну, первое обобщение, бесконечно мерное, в другую сторону, чем Картановские алгебры, бесконечно мерное, естественное обобщение вот этих алгебр. Так, значит, но потом было замечено, и здесь, конечно, абсолютной классикой является книжка Виктора Катца «Infinite Dimensional Li-Algebras». Так, «Infinite Dimensional Li-Algebras». Ну, у меня она есть на английском, но, по-моему, есть и русский перевод ее. Значит, вот, где он обсуждает более общую конструкцию. Так, то есть в этой ситуации конечномерные алгебры, простые и полупростые, и афинные алгебры возникают как два первых частных случая. А именно, он, значит, строит, он строит, стартует просто с произвольной вообще матрицы. Так, значит, и этой матрицы он сопоставляет некоторую алгебру, заданную образующими соотношениями. Так, значит, с произвольной, вообще с произвольной матрицей. Даже не конечная срочная. Нет, ну, вот так вас устроит. Значит, вот с любой такой матрицы. Так, значит, это следующее обобщение, которое вы упомянули. И сопоставляет ей вот некоторую алгебру, заданную образующими соотношениями. Вот, значит, но на самом деле теории таких алгебр в общем случае нету. Так, значит, поэтому на самом деле на этом матрице мы что-то будем предполагать. Вот, и вот дальше он рассматривает, там, единственный простой фактор этой алгебры. У этой алгебры есть единственный простой фактор. Так, значит, единственный простой фактор, который не, я извиняюсь, который не меняет вот алгебры N, N с плюсом и N с минусом. То есть, нельпатентную, значит, наоборот, извините, который не меняет H, наоборот, который не меняет H. Единственный фактор, который не меняет H. Наоборот, там факторизуется по чему-то с N с плюсом и N с минусом. Вот. Что такое H? H это то, что было H. Картанская подалгебра. Вы знаете, Паша, вы задали правильный вопрос. Это я пишу в обозначениях Каца, но я не умею писать на доске, я устану писать фрактуру, я устану писать G и H. Давайте, Паша, следуя вашему совету, я буду писать L от A и H. Вот так нас устроит, да? Вот, значит, ну, это алгебра, да, она еще не простая, конечно. Она, у нее все еще H слишком большой. Значит, потом он переходит к ее коммутанту. А L это кто из них, которые с волной? Это G красивый. L это... Какая из G красивый, с волной или уже факторизированная? Нет, это вот это. L это вот это? Это тогда вы не отвечаете, да? Это вот это, да. Нет, пожалуй, отвечающий вот этому случаю, это вот это, да. Отчаясь этому случаю все равно, потому что в этом случае они совпадают. Это вот это, да. Но неважно. Это вот это. Вот, значит, сейчас я определю. Вот, и оказывается, что если мы смотрим просто на обычные матрицы Картана, ну, про которые что-то предполагается, так, значит, то тогда для обычных матриц Картана, ну, может, еще при каком-то предположении, там, симметризуемых матриц Картана, значит, вот эта алгебра в точности задается тем, что Виктор Александрович сказал, соотношениями Вейля, соотношениями Сера. Эта алгебра в точности задается соотношениями Сера, и это и была первоначальная конструкция Каци и Муди. То есть, если асимметризуемый, это уже штрих? Если асимметризуемый, это уже штрих, в точности задается соотношениями Сера. Вот, и тогда в качестве этого же штрих мы получаем в случае, когда матрица Картана А была положительно определенной, конечно, мерной и простой алгебры, в случае, когда матрица А была положительно полуопределенной, а финные алгебры Каци и Муди, а в случае, когда А была неопределенной, но она не может быть отрицательно определенной, потому что у матрицы Картана на диагонали стоят двоечки. Вот, значит, а поэтому она не может быть отрицательно определенной, а отрицательно полуопределенной. Она, если она не является положительно полуопределенной, то она является неопределенной. Так вот, все остальное, это значит то, что отвечает неопределенно. Огломное количество алгебр новых алгебр, и вот все они называются алгебрами Кац и Муди, значит, сейчас я явно напишу задание этих алгебр, так, значит, но неопределенно, и там, конечно, мы близко не знаем. Классификации, непонятно, что бы это значило, так, значит, там очень много народ занимался случаем Лоренцевых, то есть, когда сигнатура, ну, все единички, кроме одной минус-единички, так, и в особенности тем, что называется гиперболическими, это когда, значит, вычеркивая любую строчку из столбец, из матрицы Картана, мы получаем либо положительно-определенно, либо положительно-полуопределенно. Лоренц, это когда все единички, одна минус-единичка, так, значит, вот ими очень много занимались, тоже в связи там с физическими приложениями и так далее, но это то, о чем я не упоминаю сейчас, что на самом деле все вот эти алгебры, они тоже возникли, значит, не просто так, а потому что этим масса людей интересовалась, ну, например, там вот есть знаменитые комбинаторные тождества, всякие типа, там, тождества Магдональда, там, тождества Роджиуса Романуджана и так далее, ну, и вот все они как раз интерпретируются, все они доказываются с помощью вот афинных алгебр Катса Муди легко, ну, и на самом деле важна эта вещь, которую они сделали, они не просто эти алгебры построили, они для них описали представление, ну, интегрируемые представления, у которых тоже размерности однородных компонентов растут по отношению к подалгебре Катана не слишком быстро, ну, ограничена в совокупности, все, конечно, намерных скажем. А потом этих описаний не в плане конструкции, а в плане вот, вот типа такого, что это все алгебра, предотворяющие там, 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 то есть, для всех алгебр Катса Муди, я не знаю. Нет, ну, это вот, это, да, это построение, это конструкция, так, но при этом строится, вот, классифицированные, значит, кроме афинных, классифицированные гиперболические, гиперболические, там, возникают интересные алгебры типа Е10, так, вот здесь, значит, самое, да, вот Е8, да, алгебра афинная Катса Муди Е9, а Е10 тоже есть, но она гиперболическая, вот, там, четыре таких, одна из них Е10. А комбинаторные толщества получается из-за соотношения универсальной мёртвы? На комбинаторные толщества получается, как и такого типа, ну, вот, представьте себе, мы написали, что-то типа, там, формулы Вилля, значит, для характера, а теперь, представьте себе, что мы написали, это не для конечной системы корней, а для бесконечной, вот, то, что получается, называется тоже Магдональдо, там, и так далее, то есть, это вот такого Борисович Френкель, так, и, там, отправляясь от этого, они построили, то, что я упоминал, построили большой монстр при помощи, там, бесконечно мерных представлений, отсюда пошла теория вертексных алгебр, там, и так далее, то есть, это огромное отдельное направление, которого я не хочу касаться, в эту сторону я совсем не хочу двигаться, вот, но, значит, что я хочу сделать, что я хочу, на самом деле, рассказать, ну, вот, я должен, чтобы просто, в принципе, те, кто этого не видели раньше, могли следить, я должен напомнить, конечно, основные конструкции, и это сделать несложно, это я, значит, постараюсь сделать довольно быстро, напомнить основные конструкции, то есть, вот, конструкцию алгебр Кац и Муди, как по алгебре, как по матрице Картана, построить некоторую, вот, алгебру, которая имитирует, ну, которая, грубо говоря, устроена в каком-то смысле так же, как, вот, конечно, мерные алгебры, то есть, построение, которое имитирует вот это вот разложение, корневое разложение Картана, вот это вот называется корневое разложение, или разложение Картана, так, или разложение Картана, то есть, значит, если проделать эту конструкцию в любом виде, либо в первоначальном виде, как вот у Каца Муди, либо, так как в книжке Каца, для обычных положительно определенных матриц Картана, которые отвечают конечномерным простым или полупростым алгебрам, мы всегда получим саму эту алгебру, для конечномерного случая мы получим саму эту алгебру. Так, вот, вот это первое, что я хочу рассказать, это, значит, как устроены эти алгебры, вот, некий basic, то есть, так сказать, там, вот, бесконечные системы корней, но сейчас все это, на самом деле, еще обобщили, сейчас вот, то, что называется алгебры Борчерца, у которых, у алгебры Картана Муди, у них корни, все простые корни вещественные, а у алгебры Борчерца, у них простые корни тоже могут быть, значит, то есть, это отвечает тому, что на диагонали не обязательно стоят положительные числа в матрице Картана, вот, значит, но я хочу рассказать именно, именно, вот, алгебры Каца и Муди, напомнить быстро, а потом заняться следующей, но вот алгебры там и построим, так, это несложно, там, и даже проверить все, в принципе, было бы несложно, хотя я, конечно, большинство вещей проверять не буду, то есть, я просто, вот, в том, что касается в первой части, я просто хочу напомнить конструкции, сформулировать там результаты, но приводить полные доказательства мне не хотелось бы, потому что это написано, ну, например, в двух источниках подробных, вот, в книжке Каца и в книжке Шравана Кумара, есть такая еще замечательная книжка Шравана Кумара, которую, как раз, вот, ребята читали на семинаре, значит, года два назад, так, которая называется, по-моему, Кац Муди Группс, как раз, а не Кац Муди Элджебрас, потому что он там интересуется, значит, именно группами Кац Муди, значит, Шраван Кумар, как я уже тоже упоминал сегодня, Шраван Кумар, это средний брат Гопола Прасада и Дипендри Прасада, то есть, Гопол старший брат, но там всего их 12 братьев, значит, но не все математики, Каца Муди Группс, там, насколько я знаю, один физик, но три математика, и, значит, эти три математика Гопола Прасад старший, Шраван Кумар средний и Дипендри Прасад младший, Дипендри мы здесь все слышали доклад его, помните, да, вот, значит, но там как раз он занимается всякими вещами, типа флаговых многообразий и так далее, то есть, однородные многообразия для этих групп, то есть, там целая большая наука, вот, значит, и эта книжка тоже начинается с того, что повторяется вот та теория, с которой я начну, то есть, вот просто построение алгебры Каца Муди по матрице Картана там и так далее, то есть, вот, основное, что относится к структуре и представлениям алгебры Каца Муди, вот, но это хорошо, вот мы построили алгебры, а после этого что? Вот этому и будет посвящен спецкурс, мы-то хотим работать с группами, а не с алгебрами, про алгебры мы не можем конкурировать с народом, который этим занимается, там, 60 лет, а про группы, вот, я уверен, что народ понимает гораздо меньше, чем мы, потому что они хуже знают, конечно, мирную ситуацию, так вот, что я хочу сказать, значит, вот следующая часть, это была первая часть, просто вообще, что такое алгебры Каца Муди, да, значит, вводная, а теперь второе, это от алгебры Каца Муди. Так, ну, вот это совершенно нетривиально уже в конечномерном случае. Что мы хотим? Мы-то хотим построить, как я сказал, группу над произвольным полем или над произвольным кольцом даже коммутотипом, то, что коммутотипом, это существенно, да. Вот, значит, ну вот давайте стартуем с группы типа ААЛ. Так, обычно с алгебры типа АЛ. Так, что такое ААЛ? Это, ну, давайте я обозначу Л плюс 1 через Н. Так, это, значит, алгебра СЛНС, то есть алгебра матриц со следом 0. Так, Х, значит, в алгебре Ли матриц, ну, алгебра Ли матриц отличается ЖЛ, так, но ЖЛ, это понятно, да, это просто алгебра матриц, так, в которой в качестве операции вместо произведения рассматривается коммутатор. Вот этот минус значит, что, значит, там в качестве операции рассматривается не произведение матрица, а коммутатор. Это будет алгебра Ли, это, значит, самая важная, конечно, мерная алгебра Ли, которая существует. Вот, значит, ну, и мы там берем под алгебру матриц со следом 0. Так, конечно, матриц под алгеброй матриц со следом 0 под алгеброй в алгебре матриц отсидно умножения не образует, но отсидно коммутирование вполне. Так, но более того, даже эта алгебра является коммутантом ЖЛ, то есть коммутатор двух любых матриц имеет след 0. Вот эта алгебра, и мы хотим по ней, по этой алгебре построить группу, но с любыми параметрами. Вот не на С, то есть мы хотим взять в качестве инпута эту алгебру, и в качестве второго инпута мы хотим взять кольцо коммутативное с единицей, и по этим двум данным построить какую-то группу. Так, ну вы сейчас мне скажете, что в этом случае вы группу знаете. Так, ну я вам скажу, что это вам так кажется. Какую? Которую из них? Вот, вот, это отлично. Да, а теперь вместо этого возьмите алгебру Касамуди. Вот на самом деле конструкция наиболее известная, которая используется конструкция Тицца, она дает еще хуже, она дает даже не группу Стейнберга, она дает фактор группы Стейнберга по символам Стейнберга. Только для полей работает. Только для полей. И дальше что? Так, и народ про это пишет там десятки статей, то есть это значит, что просто ну как бы... Так, а значит, то есть вы сейчас меня спрашиваете, знаем ли мы на самом деле, что такое СЛ в этой ситуации? Нет, не в этой ситуации, а в ситуации алгебра Касамуди? Понятно. Так, ответ знаем. Да, но это не будет алгебраическая группа. Ну вот, так, значит, то есть проблема в том, что мы знаем больше чем один аналог. Зависит то, как мы будем к пределу переходить. Так, но там есть некая теория, там действительно есть... Это во-первых. А во-вторых, там возникают нетривиальные расширения, которых не было в конечномерном случае. Так, то есть там значит и сами группы внутри с одинаковой фундаментальной группой огромный зазор, еще и фундаментальная группа побольше. Вот, то есть, значит, и потом ответ ваш, что это СЛ, он меня не устраивает еще по другой причине, что мы же хотим построить все группы. Я неправильно написал. Так, мы хотим построить все группы, например, с этой алгебры или. Так, нам Виктор Александрович заметил, да, что одну такую группу мы знаем. Одну такую группу мы знаем. Эта группа называется односвязной группой Суали. Типа АН-1. Ну, я напомню, что вот я там написал, Н равно и плюс 1. Вот, значит, ну и тот, кто хочет узнать, что такое группа Шевалея, но не знает теорию алгебраических групп, должен для начала, когда слышат слово группа Шевалея, думать об этой группе. Так, хотя, значит, сейчас я скажу, что есть еще и другой пример. Вот, но на самом-то деле, если мы думаем даже просто об алгебраических группах, да чего там, если мы даже думаем просто о группах Ли, если мы вместо этого Р подставим, там, скажем, С или, или как это называется, Fancy R. Ну вот, если мы просто подставим сюда вот это или вот это, то у нас уже возникнут проблемы. Так, потому что, ну то есть в этих случаях еще не сразу возникнут. В этих случаях еще не сразу. Вот там вот и в СП возникли проблемы. Так, Витя, а сказать вам, что уже для СЛ2 возникнут проблемы? Потому что СВСЛ2 это СП2, да, поэтому возникнут. Да. У каждого не посчитается, значит, у меня СЛ накрытие. Совершенно верно, да, 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 ровно так. Да. Вот. А это упражнение по гомологической алгебре для второго курса, кстати. А, но нужно непрерывные косыклы смотреть, да? То есть второму курсу мы не сможем это дать. Ну, догадаются уж. Догадаются? Хорошо. Так. Тогда в листочек включаем, чтобы они узнали, да, что не так все просто в жизни. А вот, а значит нет, то есть проблема возникнет уже для случая Р. Для случая С не возникнут, но это по другой причине, да. Потому что там любая группа Ли, да, такие являются, простая является алгебраической. Вот. Значит, ну да, но на самом деле это не единственная группа, которая связана с этой алгеброй Ли. Уж как минимум с ней связана еще одна группа, но на самом деле еще и много между ними. Даже если просто ограничиваться алгебраическими группами. Значит, возникнет группа ПЖЛНР. Так, и вот что вот это такое, уже так процентов 90 людей, которых вы встретите на улице, ну даже я бы сказал 95, уже не знают даже, что вот это такое. Даже не на улице, а просто в коридорах любого математического факультета, я бы сказал. Уже просто не знают, что это такое. Так. То есть, когда, значит, вы спросите, и вот то, что я сейчас говорю, вот это вот в бесконечной ситуации просто возникнет на каждом шагу, даже уже для классических полей. Значит, что вот это такое? Так, ну тут, значит, люди продвинутые, они, конечно, нам скажут, что вот это равно, значит, ПЖЛНР, где, значит, ПЖЛН – это функтор. Из категории, значит, коммунитивных колец с единицей в категорию групп. Представимый функтор. Ковариантный. Значит, этот функтор определить легко. Этот функтор – это ЖЛН по… Ну что я должен написать, по центру ЖЛН или написать по ЖН? Так вот нас устроит? Мы можем было написать по центру. Центр алгебраической группы – это понятно, что такое. Значит, ну что такое ЖЛН, мы более-менее понимаем. Вот, значит, ЖЛН как раз, значит, понятно, что такое. Это ЖЛНР – это, значит, просто группа всех обратимых матриц с коэпициентами XR. Так, а вот что вот это такое, уже, так сказать, непонятно. То есть, чтобы понять, что вот это такое, значит, нужно уже знать алгебраическую геометрию. Ну, потому что, значит, потому что… Нет, ну ответ автоматизм МНР как РАУГГУ пойдет. Что? Ответ автоматизм МНР как РАУГГУ пойдет. Пойдет, да. Да, но… Значит, ну как… Да, это не сильно, если с вами нет, так сказать. Но как устроены эти автоматизмы? Мы можем сказать, вот, не говоря слова там «этальные расширения» и так далее. Мы можем сказать что-то такое? Можем их явно описать? Народ-то думает что-то другое, правда? Сейчас я скажу, что народ думает на эту тему. Так, значит, и… Ну, народ еще много чего думает. Сейчас мы… То, что я хочу сказать следующее. Что, значит, сейчас мы, ну, посмотрим на, там, десяток разных определений групп, которые в случае поликомплексных чисел дает одну и одни и те же группы. Вот эту и вот эту. Ну, там между ними что-то еще есть, но это не очень интересно. Ну, это может быть важно, там, в внешней степени СЛ. Так, значит, может быть важно в каких-то задачах, но, значит, если мы уже вот это понимаем, то мы понимаем и то, что там между ними стоит. Ну, фундаментальная группа. Вот. Но я про другое, про то, что эти группы можно определить совершенно по-разному. Можно определить, значит, различным образом, там, скажем, заданием уравнениями, заданием, вот как Виктор Александрович сказал, как автомортизма чего-то, значит, как заданием образующими в каких-то представлениях, заданием образующими соотношениями, заданием, значит, таким при помощи факторизации. Так, то есть, вот там, описать эту группу в терминах подгрупп. Ну, как амальгамы. Ну, как амальгамы, да. Есть масса разных определений, я сейчас о некоторых из них скажу, но потом обо всех мы будем говорить в случае бесконечных групп, вот бесконечно мерных. Так, и, значит, над полем комплексных чисел все эти определения со ФПД. Так, то есть, вот, как бы мы не пытались определить, значит, ПЖЛ, даже над полем комплексных чисел мы можем совсем глупо ее определять. Мы можем ее определять как ПСЛ. Мы можем показать СЛ по центру, и в случае поля комплексных чисел мы таки получим ту же самую ПЖЛ. Но уже в случае даже произвольного поля мы не получим ПЖЛ. ПСЛ не является алгебранческой группой. Фактор СЛ по центру. Так, значит, в случае комплектов чисел все эти определения совпадают. Но как только мы там пытаемся заменять коэффициенты, но вначале мы, когда мы попытаемся их заменить на поле, там уже начнут возникать проблемы, а когда мы вместо поля подставим кольцо, там эти проблемы станут серьезными, а иногда непреодолимыми. Так, а теперь представьте себе, что мы стартуем не с АН, ну давайте я сейчас просто напомню, какие еще определения и в чем здесь проблемы в конечномерном случае. А теперь, когда мы стартуем, значит, не с АН, а когда мы стартуем с бесконечномерной алгебры этой самой над полем комплексных чисел. Бесконечномерной. И хотим построить функтор, который по этой алгебре и кольцу строит некоторую группу. Там уже всякие факты кучки дать нельзя, да? О да, о да. Там все это бесконечномерно, причем там и проективные пределы, и индуктивные пределы. Не все коммутирует, извиняюсь, так, возникают новые расширения, так, и, значит, окажется, что просто все эти определения, которые мы можем дать в конечномерном случае, они просто, большинство из них окажется неэквивалентными в случае поля, так, ну и, разумеется, все они окажутся неэквивалентными в случае кольца, так, вопрос, какой из них правильно? Ну, значит, у меня ответ на это такой, что правильно, то, конечно, то, которое дается в терминах теории представлений. Так, вот, то есть, значит, я-то считаю, что правильное определение, это уж, конечно, не определение Тицца, и тем более не предшествующие, которые просто заведомо там используют топологию, там, скажем, и так далее, вот, а правильное определение, это определение Матьё, вот, в терминах пределов, либо определение, там, Гарланда и Лизы Карбоны, значит, которые работают в терминах представлений, и которые в реальности совпадают, там, для интересных случаев. А, кстати, если уставное представление, то нельзя там какую-нибудь эквивалентность станки на это натравить, какой-нибудь вообще? Ну, Мы не знаем, что только двух, но зато знаем категорию представлений. Знаем категорию представлений, да, 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 да. Кстати, то, что вы сейчас сказали, это даже для групп Шевалей, это не тривиальная вещь, это вот конструкции типа Виланана, это то, что в аналах там было опубликовано несколько лет назад. Да, это я еще не упомянул, что для этих групп, конечно, есть еще и другие конструкции, но неважно. Значит, я просто хочу немножко объяснить, в чем проблема, объяснить, значит, какая конструкция, вот когда вы набираете слово группа Кацамуди в интернете, значит, то 99% всех ответов, так, то есть вы не досчитаете до правильного ответа, потому что 99% всех ответов, это задание в терминах образующих соотношений. Так, значит, вот сейчас. Последнюю ссылку по популярности. Ровно так, да, 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 да. Ровно так. Так, ну, в общем, это мне показывает, что, значит, понятно, что Титц-то определял, потому что он в случае более интересовался, и он хотел как-то определить. Так, и потом это стали изучать, ну, вот этим, в частности, структурой групп Титца там занимался мой хороший приятель Ю Чен, там, значит, занимался Роджер Картер, то есть, на самом деле там понятно, что это тоже, даже это интересная вещь была в те годы, там 30 лет назад, когда этим занимались реально. Вот, но сегодня продолжать настаивать на этом определении, это просто абсолютно странно. Значит, что я хочу сказать здесь? Здесь хочу сказать следующее, что, значит, из того, что ПЖЛ как функтор, то есть, как афинная групповая схема, есть фактор ЖЛ по центру, совершенно не следует, что для кольца, значит, точки ПЖЛ будут получаться как точки ЖЛ, так, значит, с точностью центральных, доскалярных матриц. Так, то есть, вот что такое ПЖЛ? Так, значит, ну вот, мы можем рассмотреть фактор ЖЛНР по, значит, скалярным матрицам. Ну, давайте я так напишу, вот, значит, ну вот, это вот что такое, мы взяли матрицу А и Й, ну и лишь сказали, что две таких матрицы равны, если одна из них получается и с другой умножением на ненулевой скаляр. Ну, вот такую матрицу, определенную с точностью до одновременного умножения, значит, мы общаем так же, но не в круглых, а в квадратных скобках. Так, это, значит, множество матриц, вот, вида лямбда на А и Й, значит, где лямбда это ненулевой параметр. Вот, я не говорю про некоммутативные случаи, где возникают еще дополнительные проблемы, связанные с тем, что там нужно брать только центральные элементы там и так далее. У нас все коммутативно, слава богу. Вот, значит, посмотрите, что мы хотим? Мы хотим, чтобы вот этой матрицы был представитель, который записывается как матрица с коэффициентами из R. А теперь представьте себе следующее. Мы взяли какое-то расширение S, кольца R. Так, взяли там матрицу, обратимую на D, взяли, домножили на какой-то множитель, обратимый в S, и получили матрицу, которая записывается, у которой все представители из R. Но эта матрица необратима на D. И получили матрицу, у которой что? Получили матрицу коэффициентами из R, которая на D необратима. Значит, но над каким-то расширением, ну, на самом деле, там нужно говорить над каким расширением, да это детальным расширением, так, значит, над сепарабельным. Записывается как произведение обратимой матрицы над сепарабельным расширением, но уже не с коэффициентами из R, а из расширения, умноженный на скаляр, обратимый в этом расширении. Сколько угодно такое может быть над кольцом, если над ним существуют проективные модули, не являющиеся свободными. Ну, у ранга один уж точно. Так? То есть, если группа пекара, они равны единице. Так? То есть, над дедекиндовым кольцом, не являющимся кольцом главных идеалов, вот мы можем такую матрицу построить. А, и более того, второй курс знает, так сказать, видел этот пример, да. Вот. Понятно, что я сказал, да? Я сказал, что, значит, вот эта группа, вообще говоря, строго меньше, чем группа ПЖЛНР. Потому что ПЖЛНР состоит из тех матриц, у которых вот существует такое задание с коэффициентами из R. Так, а здесь вот это вот, понятно, что я сказал, да? То есть, мы берем... Ну, что, наверное, да, это называется, по-русски это называется шифификация. Ровно так, но локальными кольцами это совпадает с тем, что было сказано, а так нужно сделать шификацию. То есть, значит, нужно взять БЮ из ЖЛНС, так, лямбда из С со звездочкой, а вот так, чтобы вот это вот принадлежало МНР. Так, и так вот пробежаться по всем расширениям. Вот, ну, там степени непревосходящие N, что ли, да? Значит, для данного N, да? То есть, ну вот, я не знаю, донес ли я то, что собирался, значит, что вот уже просто в случае конечномерных групп, что это такое, какая группа соответствует алгебре Ли. Если мы хотим там брать произвольные параметры, вот не комплексные числа, комплексные числа как-то, так сказать, у них трудно с этальными расширениями конечными. Вот, значит, если мы хотим брать не комплексные числа, а если мы хотим брать произвольно-коммунитивные кольца, то проблемы уже возникнут на этом уровне. Так, но на самом-то деле проблемы возникнут еще и другие. Дело в том, что если вы посмотрите на старые учебники, вот написанные не людьми по теории алгебраических групп и не специалистами по алгебраической К-теории, а написанные просто, скажем, специалистами по конечным группам, теории представлений, в общем, практически чему угодно, значит, но у кого бэкграунд над полем, то они, конечно, как они смотрят на группу СЛ. Так, ну вот так, как, значит, мы привыкли над полем смотреть на эту группу, как на группу, порожденную элементарными трансфекциями. Так, но я не буду напоминать, что это такое, да, значит, ну или напомнить, да, значит, элементарными трансфекциями, где параметр из К, но это вот то, что ровно там доказывается в курсе линейной алгебры во втором семестре, на первом курсе, так, что действительно СЛ над полем порождается элементарными трансфекциями, но и не только над полем, а, скажем, над эвклидовым кольцом. Так, значит, ну, вообще говоря, это другая группа. Это группа, которая обозначается ЕНР и называется элементарной группой. Так, ну, опять же, эти трансфекции, там они в каком-то представлении написаны и так далее. И просто здесь утверждается, что СЛНК совпадает с ЕНК. Но если вы возьмете, скажем, те же лекции Стейнберга, которые есть на русском, лекции Роберта Стейнберга, которая называется «Лекция о группах Шеволе», там он, так сказать, нисколько не смущаясь, определяет группу, значит, он вообще определяет любую группу, даже не односвязную. Ну, вот эти группы, которые здесь написаны, это группы Шеволе. Давайте я напишу. Значит, GSCAN-1R – это SLNR, а, значит, Gadjoint AN-1R – это PGLNR, но PGL понимаемое правильно. То есть, вот здесь возникает уже проблема, ну, да, значит, уже в понимании этой группы, да, так здесь она не возникает, конечно, значит, это SIMPLY CONNECTED – это EJoint. Так, вот, но так Стейнберг, там он берет и просто над полем определяет любую группу, любую группу, в том числе и joint, как порожденную над полем, как порожденную X-alpha. Ну, что как бы неверно просто. То есть, вот это неверно над полем. То есть, дело в том, что на самом деле, вот группа, которая получится здесь, это будет фактор SL по центру, а группа PSLNR – это не абстрактная, не алгебраическая группа, это абстрактная группа, которая просто определяется вот так, действительно. Значит, корни этой степени из единицы в кольце R. Так, но абсолютно без шансов, чтобы эта группа совпала с группой PSL даже над полем. Понятно, что я сказал, да? А он точно диагональные множители там не использует? Что? Стейнберг диагональные множители. Нет, нет, Шевалей использует. Шевалей в 56-м году определяет правильно, а Стейнберг, ну это же лекции. Стейнберг, а, значит, в ответ… Нет, вы зря смеетесь. В ответ на вопрос, таскать, прямой, почему он там пишет неправильно, он говорит, ну я же этого не писал, это же студенты записывали. Вот там студенты записывали типа Роберта Уилсона, но не Роберта Арнета, а Роберта Ли Уилсона, который классифицировал простые алгебру, фактически P, да, значит, ограниченные, так, значит, кто там еще, ну там такого типа студенты были, да, но все равно, то есть Стейнберг отказывается признавать ошибки, он говорит, что я все говорил правильно, а студенты как записали, так записали, и они отвечают. Вот, значит, не, ну там, там просто ошибки в отождествлении, то есть там его определение, и то отождествление, которое производится, они противоречат друг другу, так, на самом деле, в ответ на ваш вопрос, да, Шевале определял правильно в 56-м году, но поскольку Шевале все-таки определял не для того, чтобы построить абстрактные простые группы, чтобы построить простые алгебраические группы, так, и он, конечно, определял правильно, вот, и отождествление правильно произвел Римхак Ри, там, в 58-м году, скажем, для классических Ри правильно произвел отождествление, то есть, как бы, понятно, что это известно, и в семинаре Шевалея, там, 56-58-м год, там все написано правильно, абсолютно, там понятно, что для Шевалея присоединенная группа типа С, Л, Р, это П, Ж, С, П, 2, Л, Р, там, то есть, он все пишет правильно, да, так, значит, односвязное это С, П, а вот, вот, когда мы хотим думать о группах Шевалея, нужно думать об этих группах, в качестве примеров, вот, а потом привыкать, 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 а потом, так сказать, а потом уже перестать думать на эту тему, вот, значит, значит, но смысл такой уж, над полем, односвязная группа может быть определена при помощи элементарных образующих, так, над кольцом нет, а над полем, да, односвязная группа порождается элементарными образующими, вот, то есть, значит, ну, давайте я напишу еще раз эту формулу, или давайте я сотру здесь и напишу, значит, прямо здесь, но эти образующие, они рассматриваются априори в каком-то представлении, ну, вот, в естественном представлении, группа С, Л, действует на, С, Л, Н, К, действует на, К в степени, Н, в векторном представлении, так, вот, ну, это, как я говорю все время первому курсу, это один из самых древних фактов математики, который известен, там, примерно две с половиной тысячи лет, лет, ну, точнее, две тысячи триста с чем-то лет, вот этот факт, так, что над полем, значит, эта группа действительно порождается элементарными трансфекциями, но это в представлении, значит, все еще в представлении С, Л, Н, К на К в степени, Н, ну, понятно, как это представление задается, мы берем матрицу, берем вектор и перемножаем матрицу на вектор, так, это элемент С, Л, Н, К, это элемент К в степени, Н, а это внезапно снова элемент К в степени, вот, значит, в представлении, но народ-то в теории групп абстрактных хочет записать это как что-то такое абстрактное, так, то есть, вот можем ли мы написать не только образующие, но и соотношение между этими образующими, и вот тут наступает самое интересное, потому что, как я говорю, для групп Ка-Цимуги народ делает ровно вот это, так, и вот это уже зависит от очень суровых предположений, так, значит, ну вот, давайте посмотрим на эти образующие, таким они соотношением удовлетворяют, ну, первое соотношение, нам понятно совершенно, что они аддитивны, так, а второе соотношение тоже рассказывается на первом курсе в тот момент, когда определяется, когда начинается вычислительная линейная алгебра, так, значит, а именно второе соотношение это вот как раз самая важная формула в теории алгебраических групп, то, что называется коммуникационная формула Шевали, так, который имеет такой вид, который имеет Т, А, Ш, К от З, так, ну вот это, я напомню, коммутатор, а? Да, это коммутатор групповой, да, коммутатор, это не в алгебре он называется скобка ЛИ, так, а это групповой коммутатор, так, значит, и этот вот такой коммутатор равен Т и К Кси Дз, если Й равно H и не равно К, он равен Т, А, Й минус Дз Кси, так, правильно, вот видите, вот это я ровно, это кажется, что коммутативно, алгебролита не коммутативна, а там, когда будем считать размерности корневых пространств, там будет возникать ровно вот это, так, то есть, что, когда мы там по-разному поставим их, ну, для двух-то понятно, они антикоммутируют, да, а когда мы будем по-разному расставлять, там, вот коммутировать по-разному фундаментальные корневые элементы, за счет того, как мы их расставили, будет получаться разный результат, поэтому корневые под пространством не будут одномерными, вот, то есть, значит, я сказал сейчас следующее, что даже в коммутивной ситуации нужно писать правильные формулы, а не коммутативные. А, ну, хотя бы в блочной матрице можно рассмотреть, да? Совершенно верно, совершенно верно, да, совершенно верно, так, совершенно верно, вот, но это нужно просто, это вопрос культуры, писать правильные, не коммутативные формулы, то есть, это, значит, вопрос там, чему равна производная reciprocal, да, вот я все время это всем объясняю, чему равна производная, как это reciprocal, обратный в смысле умножения, а не обратный в смысле композиции, да, там, ну, вот народ пишет, что в знаменателе, так сказать, f квадрат, что просто чудовищно совершенно, в знаменателе f, но два раза, слева и справа, это равно, значит, да, единицы на f, на f' на единицу на f, так мы можем сюда поставить матричную функцию, а так как пишется в анализе, мы не можем сюда, нет, это не шутка, так сказать, вот народ начинает дифференцировать матрицы и дифференцирует их при помощи формул, которые выучил в коммутативном случае, нет, формулы должны быть всегда правильны, то есть даже в коммутативной ситуации кольцо коммутативно, но правильная формула выглядит так, значит, j не равно h и равно k, так, ну и равно е, если j не равно h и не равно k, так, вот эта вот формула называется коммутационной формулой Шевалли, так, это формула r2, вот и, значит, ну очевидно, что трансфекции эти формулы удовлетворяют, так, значит, ну давайте мы посмотрим на что-то, что удовлетворяет этим формулам, только этим формулам, вот посмотрим, значит, предположим, что мы задаем группу образующими соотношениями, так, образующими соотношениями, вот только этими образующими, только этим соотношениями, так, но давайте я все-таки, чтобы не было confusion, значит, напишу, обзаву эти образующие по-другому, назову их не t и j, а x и j, x и j от xi, где и j от единицы до n различные, а x и r, вот, ну и отфакциализовали по соотношениям r1 r2, но так, чтобы не огорчаться, я сразу предположу n больше 1 3, потому что для n равного 2, второе соотношение пусто, да, ну и как бы ответ заведомо неправильный, так, для n равного 2, значит, нужно писать другую, да, определение милмера тоже неправильное, обычное определение группы стейнберг 2, это определение милмера, которое тоже неправильно, то есть правильное определение совершенно другое, да, и ровно с этим связаны там многие вопросы, вот, значит, но вот это определение группы стейнберга, так, значит, эта группа называется группой стейнберга, значит, стейнберг nr, так, и вот когда мы смотрим на нашу алгебру типа аль, типа аль минус 1, вот почему бы с ней не связать такую группу, мы же хотим связать с ней группу, значит, мы хотим связать с ней какую-то наиболее естественную группу, так, вот почему не такую, вот на самом деле стейнберг доказал, что для конечного поля, значит, вот эта группа, ну обычно специалисты букву F не пишут, они пишут просто Q в этом случае, так, что она в действительности совпадает с группой SL, но другой вопрос, что для конечного поля эта группа не обязательно является центрально замкнутой, вот группа, заданная такими образующими соотношениями, не обязательно является центрально замкнутой, она, конечно, является центрально замкнутой для больше равной 5, то есть у нее мультипликатор Шура не обязательно равен единице, вот, значит, но вот это вот доказал только стейнберг в 62-64 годах, значит, в то же время, кстати, когда алгебры Коцебуди стремились, афинные, вот, это доказал стейнберг, вот, и поэтому для специалистов по конечным группам им абсолютно все равно, как строить группу, так, они могут строить группу, значит, задавая ее уравнениями над конечным полем, они могут строить группу, задавая… Ну, не односвязную, вы тоже взяли и протекторизовали, там, а вы хотите сказать, что… Ну, там еще много других групп возникает, там… Гамма-Л, кроме Кромезель, там, и так далее, ну, неважно, значит, там много групп классических, вот, даже над конечным полем, но, значит, односвязную группу, да, все равно как задавать? Задавать ее уравнениями алгебраическими, сдавать ее образующими в представлении или сдавать ее образующими соотношениями. Но уже над бесконечным полем это не так. Группа Стейнберга, вообще говоря, больше, она является расширением, и ядро называется К2, и оно нетривиально уже для просто поликомплексных чисел, оно континуально. То есть, это значит, что нужно, что этих соотношений мало, и нужно добавить какие-то еще соотношения. Значит, ну, на самом деле, нужно добавить следующие соотношения. Вот, что такое трансфекция? Трансфекция – это элемент такого вида. Так, вот, на самом деле, если мы возьмем, предположим, что это кси является обратимым, то мы можем написать элементы такого вида. Ну и кто умеет перемножать матрицы, тот поймет, что это равно вот чему. Вот этот элемент называется, вот если эта матрица стоит на месте и йод, а эта матрица стоит на месте йод и, то вот эта матрица называется W и йод от эпсил. соотношение R4 – это такое определение, H и йод от эпсил равно W и йод от эпсил на W и йод от минус единиц. Правильно я написал, я думаю? Сейчас, или единица, или минус единица? Значит, минус единица, я написал правильно, да. Поделить, то есть нужно взять W и йод от единиц, от единицы и в минус первой степени. Вот это то, что я написал, правда, да? Значит, да, это называется отшением R4. Вот, значит, ну а эти элементы, которые здесь написаны, опять же, если кто умеет умножать матрицы 2 на 2, а никаких других я тоже не умею умножать все равно, так что, значит, если мне нужно больше умножать, то я какими-то пользуюсь подручными средствами. Типа Абака. Так, значит, вот кто умеет матрицы перемножать, тот поймет, что это равно вот чему. И если мы возьмем два обратимых элемента, то умножив две такие матрицы над коммутативным кольцом. Так, я очень важную вещь сказал. Я сейчас сказал, почему в теореме Мацумота представление К2 нужно предполагать, что кольцо коммутативно. А почему К2 просто порождается над полем символами Стейнберга, а над телом? Проблемы возникают. Над телом, да, это описал Ульф Иванович Реманг. Значит, но это, так сказать, довольно сложная уже штука, аналог теоремы Мацумота над телом. Значит, ну вот, так вот, возьмем два обратимых элемента, то понятно, что эти ребята являются мультипликативными. H и J мультипликативные по… Значит, понятно, что это такое? Это мы взяли и поставили на диагонали на итое и житое место, а остальное равно единице. То есть это то, что в народе обозначается вот буковкой D и J от эпсилона. Dilation. Ну вот, то, что в элементарной линейной алгебре обозначается D и эпсилон на D и J эпсилон минус 1. Вот. Так вот, если посмотреть на этих ребят, то они мультипликативные. Это соотношение R5. H и J от эпсилон это равно H и J от эпсилон. H и J это, и существенно, что наше кольцо коммутативно. Вот здесь это видно. Очень существенно, потому что над телом, как известно, элементарные матрицы порождают нечто большее, чем то, что хотелось бы. Там возникают псевдоотражения. Вот. Значит, это как Диеданы обнаружил. Ну вот, мы написали соотношение. И, собственно говоря, теорема Стейнберга знаменитая. Тот, для чего он все это строил. Дает явное задание группы S, L, ну и вообще любой группы Шероле над полем. Явное задание образующего соотношения. Вот оно написано. Теорема Стейнберга утверждает, что S, L, N, K, есть группа, порожденная X и J от эпсилон, где, значит, J от единицы до n различны. Кси из K, подчиненное соотношением R1 и R5. Ну и для тех, кто в теме, это ровно значит, что К2 порождается символом Стейнберга. То есть, ну вот есть такая последовательность. Просто над полем вот этот член совпадает с СРНК. Так, ядро называется K2. И вот то, что нужно добавить только такое соотношение, это ровно значит, что K2 порождается символами Стейнберга. Ну вот, читайте книжку Миллера «Введение в алгебраическую категорию». А уж какие соотношения между символами Стейнберга, это называется теорема Мацумото, это как раз статья Мацумото о подгруппах, арифметических подгруппах расщепимых полупростых групп. Вот, значит, но которая тоже, конечно, доказана в книжке Миллера. Так, то есть это значит, что над полем, так внимание, над полем мы можем определить односвязную группу, отвечающую вот конечномерной алгебре Ли, определить явным образом образующими соотношениями. То есть как, значит, фактор группы Стейнберга по подгруппе, порожденной некоторыми явными соотношениями, вот по подгруппе, порожденной символами Стейнберга. Так, ну и все поняли, что сейчас нам сделает Птиц, так что он сделал в 1987 году. Значит, он возьмет, ну у нас алгебры Кацумуди порождаются, ну уж в афинном случае точно, но на самом деле в более симметризуемом случае для произвольных матриц Картана, они порождаются вот корневыми элементами фундаментальными, таким же образом, как конечномерной, с соотношениями, аналогами соотношений Сера. Мы породим Z-форму вот этими образующими, которые получаются из фундаментальных корневых элементов и их кратных коммутаторов. Мы породим Z-форму этими образующими, так, и для нее проделаем аналог конструкции Стейнберга, считая, что мы факторизуем ровно потому, почему мы факторизовали в конечномерном случае. То есть мы факторизуем группу Стейнберга, соответствующую бесконечно мерно, у которой здесь, ну здесь правильно считать, что в этом определении, вот в этом определении группы Стейнберга первый параметр в действительности, это не N, а это алгебра Ли. Что этот первый параметр, это в действительности алгебра Ли. Ну, с какими-то данными, небось, еще что-то там. Да, Z-форма. Ну, мало того, что Z-форма, еще все равно, мне кажется, там, на Т. А, ну, Эпинглаш, Эпинглаш, да-да-да, с расщеплением, с явным заданием образующих, с явным заданием корневых элементов, то, что они называют ЕИ и ФИ, с явным заданием фундаментальных корневых элементов и минус этих элементов. Да-да-да, вот, так вот, значит, Тиц, он предлагает теперь вместо СЛНЗ, вот мы здесь брали все время СЛНЗ, мы брали СЛНЗ, выделены Байсом, но то же самое, что СЛНЗ. Так, значит, вместо СЛНЗ, он предлагает здесь брать любую алгебру Кацамуди и называть группой Кацамуди вот то, что мы построили здесь. Но тогда мне непонятно, что такое левая часть, что такое правая часть, мне понятно, а что такое левая часть, мне непонятно. То есть получится какая-то группа, которая заведомо является неправильной, которая заведомо является правильной только для поля, который заведомо имеет шансы быть правильной. Совершенно верно, которая заведомо имеет шансы быть правильной только для случая пуля. Но вот на самом деле, с точки зрения теории Матьё, когда мы с ним поговорили несколько вечеров, я понял несколько ситуаций, я после этого и решил читать спецкурс этот, потому что на самом деле мы давно обсуждали с Джуном Моритой, что нам бы хорошо написать российско-японский проект, и поскольку мы понимаем, как устроены конечномерные группы, а он понимает, кроме того, алгебры Кацамуди, то, наверное, у нас есть шансы совместно понять строение вот этих бесконечномерных групп, лучше, чем у других людей. Но на самом деле я там не понимал, в чем проблема, и как эти группы соотносятся между собой, и так далее, пока не обсудил это вот несколько раз с Оливьей Матьё. И в этот момент я понял, что вот эта группа Титса, конструкция, она дает самую маленькую возможную группу, ну, с данной фундаментальной группой. Все еще аналог односвязной группы, но самую маленькую из тех, которые есть. А над ней, вот между вот этой группой и вот этой группой в бесконечномерном случае, просто огромная иерархия. То есть разница между стандартным ответом, который дается в качестве стандартного, и настоящим ответом в бесконечномерном случае, она настолько чудовищно велика, что я просто, так сказать, вот до ноября прошлого года не представлял, насколько эта разница велика. А кроме того, там возникают еще центральные расширения дополнительные, которых не было в конечномерном случае и так далее. То есть там возникают дополнительные экоциклы, так сказать, кроме тех, которые были. То есть там аналог группы Стейнберга не является односвязным и так далее. То есть там возникают еще другие проблемы. То есть там свобода есть и по горизонтали, и по вертикали. И в смысле того, что, значит, и в смысле того, что, насколько велика эта группа. То есть самая правильная группа, это, значит, она определяется как предел правильным образом, там, соответствующим образом вложенных конечномерных групп. Так, значит, но у всех этих групп, тем не менее, есть очень похожая структура. Вот от самых маленьких до самых больших. Там есть, я извиняюсь, BN-пары. Ну, Twin BN-Pairs. Так, Twin BN-Pairs, потому что, значит, вот что на самом деле технически для большинства людей, опять же, самое существенное в рассмотрении вот этих групп. Самое существенное в рассмотрении этих групп, это то, что называется разжение Брюа. Так, где B, это верхние треугольные матрицы, а W, это группа Вейля. Так, вопрос, есть ли аналог разжения Брюа для вот этих групп Кацимуди и других групп Кацимуди? Есть. Но в конечномерном случае B и B с минусом сопряжены. То есть, когда мы берем вот эту группу и вот эту группу, они сопряжены. А в бесконечномерном случае, там для самой большой группы получается, ну, грубо говоря, я сейчас не могу об этом рассказывать, конечно, значит, ну, на самом деле, вот, что такое с точки зрения абстрактных матриц, там, как матрицами представить алгебры Кацимуди? Да, я ровно это и сказал, да, 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 я ровно это и сказал. Но на самом деле алгебры Кацимуди, они определяются как, значит, бесконечные в обе стороны матрицы, значит, в конечной полосе с какими-то условиями периодичности. То есть, вот эти элементы неким образом периодичны. Так, вот, значит, это самая простая, одна из самых простых реализаций этих алгебр, как алгебры бесконечномерных матриц. Так, но в этом случае, значит, когда мы будем смотреть на верхние треугольные матрицы, на нижние треугольные матрицы, да, то, так сказать, одного элемента, который бы их сопряг, и при этом сам находился в конечной полосе, нету. Понимаете, да? То есть, они чем-то… Он бесконечный. Автоморфизм существует. Да. Он называется инволюцией Веля, там, или инволюцией Шевале, там, или инволюцией Картана. Разные люди называют по-разному. Но его нельзя представить, да, как чем-то в группе, в присоединенной группе к этой алгебре. То есть, он не является внутренним. Так, это значит, что в этой группе он не будет внутренним. И это значит, что нам нужно смотреть на структуру… Вот Титц смотрел на что? На вот эту структуру G, B, N. Ну, N – это то фактор, чего по B пересечь с N равен W. Г, B, N и систему Коксовских образующих. Вот. Но на самом деле, вот в случае групп Кацо-Моди, и вот, как бы, неприходящее значение работы Титца, вот этой, то есть Титц определил группу неправильно. Но при этом в этой работе он правильно, он осознал, что за структура ей отвечает. Отвещает ей структура, в которой нужно задавать и B, и B в минус первой. B, B в минус первой, N, S. И вот это вот называется Twin BNP. И вот все группы, которые мы будем строить, они все имеют эту структуру. Так, и значит, вот то, чем… Это система Коксовских образующих. S – это простые корни. Это для конечномерных. Да, это для конечномерных. А для бесконечномерных B и B-1 не сопряжены, и поэтому их нужно задавать обе. Которые пересекаются по чему-то сидящему здесь. Нормальному там. Вот это вот ровно, значит, то, что называется Twin BNP. Так, и раз там возникает BNP, то, опять же, для тех, кто в теме, кто слышал, значит, с ней может связать какие-то геометрические объекты. Типа Twin Buildings, двойные билдинги, двойные. Слышали билдинги, да? Так, значит, это геометрические объекты связанные. Вот все эти группы, они в действительности могут быть описаны как группы автоморфизмов каких-то геометрических объектов. Что такое, на самом деле, группа PGL? Вот если бы мы знали, что такое проективное пространство, то мы бы сказали, что группа PGL в действительности, это группа автоморфизмов проективного пространства. Это называется... Что такое автоморфизм? Коллинеации. Значит, группа коллинеаций проективного пространства, ну, по крайней мере, для них больше равно трем, это называется фундаментальная теорема проективной геометрии. То есть мы могли бы определить правильно группу PGL, PGL, NR, если бы мы правильно знали, что такое проективное пространство над кольцом. Но мы знаем это, на самом деле. Так, и вот то, что, значит, здесь возникает, здесь возникают связанные с этими данными, строящиеся по алгебре Кацамуги, значит, геометрические структуры. Так, для которых вот различные группы Кацамуги возникают как группы автоморфизмов или подгруппы группы автоморфизмов. Так, вот, а дальше, значит, вот то, чем народ занимается сегодня, и то, почему народ крайне впечатлился последние годы, состоит в следующем. Что вот группе товарищей, там в основном французских, Реми, Капрас, там еще несколько людей, значит, они взяли, рассмотрели на этих группах, там над полями, различные топологии, которые нетривиальны уже в случае конечных полей. И рассмотрели пополнение вот этих групп относительно топологий. При этом получаются уже правильные ответы, ну или даже, может быть, больше, чем правильные, потому что они рассматривают топологии, аналоги там проконечной топологии, скажем, а не топологии Зарискова. Так, значит, возникают огромные группы, и вот им удалось выяснить структуру этих групп над полями и построить во многих случаях примеры, которых, ну, не знали до этого, огромных совершенно, абстрактно, абстрактно простых групп. То есть, простых не как топологические группы, там, не как что-то, а доказать абстрактную простоту вот некоторых огромных групп, вот не самих групп ТИЦА, а некоторых их пополнений. Так, ну, факторов там почему-то. Ну, как всегда, там нужно будет брать коммутанты, фактор по центру, да, то есть делать стандартные вещи и строятся огромные примеры. Абстрактных простых групп. Вот, и вот это вот как раз та теория, которую я хочу рассказать, то есть я хочу рассказать разные конструкции групп, связанных с алгебрами Кацо-Муди. Так, значит, рассказать, связанные с этим геометрические структуры, вот, в частности, структуру, значит, вот этих самых Twin BNP и Twin Buildings. Так, значит, дать построение, ну, по крайней мере, 5-6 неэквивалентных конструкций групп Кацо-Муди, так, то есть решать, значит, ну, или в общем случае неэквивалентных, скажем так, А, значит, решать, какая из них правильная, тут, значит, мне трудно судить, но, видимо, правильная та, для которой мы сможем доказать структурные теоремы. Так, ну, и, конечно, то, что хотелось бы сделать, вот, хотелось бы, чтобы кто-то из вас этим заинтересовался и начал в конце спецкурса доказывать структурные теоремы для этих групп, потому что понятно, что никаких настоящих аналогов структурных теорем, таких, как есть для конечномерных групп, то есть для, значит, ну, вот, я повторяю, здесь возникает три принципиально разных случая, конечный, афинный и неопределённый. Для конечных мы знаем всё, то есть кроме ранга 1, кроме SL2, который является самым сложным примером, мы знаем просто полный ответ на то, вообще для любого коммунитивного кольца, правда, видите, да, для любого коммунитивного кольца, ну, учитывая работу… Смотря на то, что мы знаем кофункт, которые мы не знаем. Ну, кофункт, которые мы не можем вычислить, конечно, кофункт с законом взаимности, да, значит, но мы знаем некую редукцию к чему-то, да, так сказать, так. В любом случае мы знаем разумную формировку в терминах, там, идеалов, йордновых идеалов, радиксов, там, в зависимости от того, от обратимости двойки и тройки. Значит, мы знаем, ну, то, что я считаю полным ответом, скажем, на описание нормальных подгрупп над произвольным коммунитивным кольцом. Значит, для конечных. Для афинных мы тоже это знаем, потому что афинный строится в терминах конечных, но не над полем, не над кольцом, а над кольцом лоранских многочленов над ним. Ну, там возникает еще экстракоцикл, там и так далее, но это очень несущественное различие. То есть для афинных мы тоже знаем структурную теорему полностью. А вот что является огромным вызовом сегодня, это понять, как выглядит настоящая структурная теорема для настоящих групп Кац и Муди в неопределенном случае. То есть вот первый прорыв произошел для пополненных групп, там Реми, Капрас и другие доказали структурные теоремы над полями или над какими-то классами полей, так, а над кольцами, конечно, там просто нет ничего. То есть если афинные мы знаем, то неопределенные, про неопределенные мы не знаем ничего. Афинок, кстати, там тоже, смотрите, надо же делать в кольце многочленов флорана получается. В кольце многочленов флорана. Смотрите его как штук на базе. Так и что? Нет, ну, нет, конечно, ответ, но хотелось бы... Это ответ, но там, конечно, там очень интересная Бен-Пара возникает, который мы тоже обсудим. Там роль, в этой Бен-Паре, роль Борелевской подгруппы принимает подгруппа Ивахуари и так далее. То есть там уже для афинных групп очень интересный ответ, он реально очень интересный. И там уже для афинных групп масса вопросов, кстати. Так, если говорить правду, то уже для афинных групп, видите, я согласен с вами, там масса вопросов, но это другого рода все-таки вопросы. Там разложение, например, написать, да? Есть вопрос. Вот, но, значит, я не знаю, я думаю, что сейчас я уже даже не буду, наверное, начинать, то есть в этот момент нужно начинать уже все определять, значит, честно, там, начиная с матрицы Картана, писать соотношения. Но это даже написать соотношение, так как первоначально их написали, Кац и Муди, это все равно, наверное, с полчасика. Я думаю, сейчас я уже не буду комкать, а просто поставлю здесь точку. Ну, сегодня получилась, так сказать, получилась лекция чисто в разговорном... Расширенный анонс. Да, да, сегодня был расширенный анонс, да, а в следующий раз я начну просто все определять, кроме алгебры Ли, алгебры Ли я определять не буду, но как раз до следующего раза у вас есть шанс прочитать определение алгебры Ли, вот, за неделю. Так, а в следующий раз я просто, значит, определю матрицы Картана и задам алгебры Кац и Муди.